добрый день у вас утро так назовитесь кто вы откуда что где живете еще раз повторите в вашингтон в штате вашингтона в сша понял я у нас все записывается выставляется в интернет вы не против все нормально я слушаю вас говорите пожалуйста мама моя слушает очень хорошо знаю да да конечно а вы просто а вы будете чей сын я сын надежда надежды моя мама надежда она ивану даниловичу кто дочь дочь иван данилович даже из америки приезжал у нас дома был когда меня осудили восемьдесят шестом году он приезжал в спрунзе прилетал несколько раз мы очень хорошо знаем наши братья мои родные братья во фрунзе жили у нас были беседы приходили его сыновья его жена то есть ваша бабушка это было на баррикадной улица баррикадная так что я его знаю хорошо как у него там ломали где они собирались а баптисты и там власти у них сломали где это собрание было крышу все как сына зарезали я все знаю да ведь я я много да я знаю что и могу сказать одно это был исключительно честный человек герой нашего времени хотя бы православный он баптист но нас вот многое объединяло он ревностный у вас что-то экран все время трясется почему закрепите как-то положите чтобы было хорошо видно и не тряслось да хорошо да вот вот видите как извините у меня русский не трудно иногда по русски разговаривать вот это на еще себе потерять русский язык это я даже представить не могу как я был в америке ездил ну я в вашингтон меня сразу увезли в лос-анджелес были потом сакраменто сан-франциско в вашингтоне я там жил и в нью-йорке нью-йорке синод у нас там был митрополит виталий а в вашингтоне у отца виктора потапова он в то время был единственный который вел радиопередачи с голоса америки и пришлось мне выступить там тоже так что про америку маленько знаем да там у меня многие при сколько сейчас я не знаю нара три племянника уехали недавно совсем там женились кто-то замуж вышел кто-то женился и туда перебрались буряков буряков фамилия буряковы не знаю надо узнать где-то они кажется мне и где-то что-то с нью-йорком связано мы видим мы смотрим на это маленько не так как вот некоторые смотрят я считаю это где родился там и пригодился я был в америке как после освобождения из тюрьмы тогда давали этот статус беженца я мог остаться там но я даже вообразить это не мог я бы лучше снова срок отсидел лишь бы только никуда и уезжать там все чужое чужие обычаи порядке все другое вырос даже который у нас американцев от приезжает русские там выросли они в канаде в америке но когда сюда приезжают у них отголоски остались в душе чего остались отголоски отголоски от прародителей как бы вот у нас знакомая она была он работал гидом гид они санглии приезжали там камея какие-то там матери туристы они познакомились и поженились вот они живут здесь они начали домик свой строить в она решила съездить туда в англию приехала ну там все другое она-то англичанка там и родилась англичанка природная богат вот этот наш беспорядок я горит настолько уже понравился перед домом лежат там эти бревна лежат год говорит на второй год начали строить а там не так там все убери у меня заросло крапива едва окна видать а мне нужны никакой нету как в германии во франции там ремонт надо делать ты не можешь приедет сделают тебя ты плати деньги а у нас нет ремонта твоя забота хоть пусть снег наш на шею валится до германии другой горит менталитет у нас у нас открытая душа мы живем кто бы не приехал нам родные близкие все вот николай кушнарчук то знаешь николай иванович да мой дядя вот он иногда звонит сюда мне звонит но расспрашивает как свобода нет до нынешнего года вообще тут полная свобода была какой в америке там и не снилось свобода абсолютная свобода где ты будешь говори никого не касается но сейчас вели правило то называется закон яровой по целый если не зарегистрированы проповедуют штрафами до миллиона давят но мы зарегистрированы на нас это не повлияло мы много на благовестие ездили на благовестие проповедовали в разных городах вы прошли от владивостока до португалии и пускают везде ну паспорта получили у нас отношение то так хороших нам претензий сейчас нет никаких а вы родились верующие или пришли к вере я не знаю много про вас мама чуть-чуть знаю так а я вам сейчас скину вот под скайпом скину свои данные вы запишите где на нашем сайте там сайт я дам и как только ткать им сайта и сразу откроется китом книга для слова божия нет уз книга и там все а из одних документов и как я в америке было выступал и как от рождения до сегодняшнего дня там все есть вся биография как в тюрьме был как судили вы там все увидите на skype я вам скину а вы на youtube перейдете с него у нас большой видеоканал у меня есть там где-то 5800 роликов наших вообразить а вы с дедушки моим а то вы просто вырос рассуждали про жизнь веру разговаривали а все у нас не было тайн никаких мы знали очень близко друг друга там гальперин был у них еврей знаю общество знания еврей против сражался а потом он покаялся даже невероятная вещь он об этом не рассказывал а у того операции на ранее за десятки операций были он 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 атеист профессор что там нет он просто по обществу знания выступал там атеист еврей и его данил еще хорошо знал встречался часто и потом мне писал как он говорит покаялся хорошая новость да ивана данил еще где-то у меня фотографии есть надо посмотреть в книгах моих у меня 38 книг вышла из печати 38 книг и бумажном варианте и 4 кажется книги в интернетной версии там есть фотографии с иваном даниловичем он был на суде когда меня увозили они во дворе краевого суда сфотографировались вот там стоит еще такой бонус был и да потом он приезжал тут жаловался на баптистов которые там брали у него в долг и деньги не отдали 3000 долларов и он говорит но вы же обещали отдать они готовы старый тебе они не нужны я говорю вот это здорово он приезжал прямо жаловался мне я говорю учет сделаешь ну ну как ты будешь суд подавать ты не будешь они все-таки верующие прости им я говорю господь тебе воздаст больше и забыть да правда было такое у меня рассказывал прямо жаловался вот приехали в америку наши играть были ревности разложились говорят совсем сейчас как живут как будто никогда верующими не были агурет бондаренко сколько он сидел там ударенко иосиф можно слышали там иосиф пандаренко но бондаренко иосиф из прибалтики не слышал не знаете ну вот вот такие ревностные сидел горит несколько раз а туда приехали вот это такая легкая жизнь как будто никогда верующими не были вот ваш дядя звонит мне николай иванович она от этих отделился там отдельно я я говорит не могу горит никак принять как там они женщины девушки в штанах говорит а мои дочери этого так не делают вот сильно недовольный прямо ну совсем говорит даже не узнаешь как здесь жили когда давили нас гнали был уровень один а туда приехали все разрешено вот такое вот а мирское там и накрашенные спортом там неплохое дело спорт ну когда это ставят во главу угла почти говорит то это не обличительных речей нету и как проповедует все горит измененная я говорю у нас нет у нас как было так и есть мы знаем что мы в любой момент можем быть за решеткой у нас напряженная жизнь вот ездили но пресса все проехали дальний восток знаете где владивосток слышал видел на карте вот тихий океан и мы проехали во всех городах районах 600 мест проехали турцию прошли 6 мусульманских республик германия и там все остальное испании португалию дошли до атлантического океана я везде библиотеки дарил свои книги полный комплект полный комплект это 750 евро но умножь на 600 а ты чего-то стоит да у меня ничего хотя и нету но господь так нас побудил на машине с собакой мы проехали втроем где ночевали там какие люди где там мусульмане потому что даже ночевать это были мы старались оторваться от людей где-то в лесополосах в лесу но бог благословил так что мы приехали хотя прошли скандинавию еще и прибалтику такое путешествие миссионерская было в швеции машина поломалась как нас тащили а то на все в роликах стоит там можно увидеть по skype скиньте я скину вам вы только там сразу когда ткнете для слова божия нет уз книга я там только 3 там оглавление пойду там все абсолютно ну это книга и почти из одних документов что о нас писали в каких газетах вот как я был в америке там что писали ну то есть это не выдумка документальная вот у нас вышел вы издали мы новый завет с полным толкованием с откровением это впервые за 2000 лет в одном издании вышло полное толкование по святым отцам блаженна фефилакта мы раскрасили гюстава даре 230 иллюстраций библии это все в книгах в трех находится вы просто зайдете на наш youtube вы найдете много вот этот мы с вами говорим уже через неделю через неделю примерно этот ролик будет стоять в интернете я не выставляю я только записываю другие занимает у нас команда работает у нас встреч занятий по скайпу вы меня больше тронуло чтобы говорить язык забыть да как можно его забыть вы считаете библию на русском языке мало что общаешься я вот в армии был тогда я в 62 61 году был я самостоятельно выучил английский с американцами беседовал за 6 месяцев я освоил язык немецкий за 6 месяцев у немцев я выступал проповеди говорил в собраниях на немецком языке на немецком языке за 6 месяцев выучили и проповеди говорили ну просто у нас школе иностранного языка не было я самостоятельно занимался но я не знал что это господь мне даст такое господь дам я занимался на семи языках вот в америке был я уже все забыл а было там через две недели я уже начал там с ними беседовать и по телефону звонил с американцами с полицейскими беседовал английский язык легкий язык да вы разговариваете что по-английски да нет конечно 50 с лишним лет назад счетом разговаривать а 50 с лишним лет назад самостоятельно не жил в этой стране и не занимался когда я уверовал я все оставил занялся только словом божьем и патристикой канонами проповедью я понял гена на переводчике господь даст в основном то я был в диаспоре русской в америке там не с и с американцами хотел спросить это вы знали я слышал где-то у вас по youtube тоже что вы вопрос был насчет солженицын вы знали кого солженицын александр и отлично не встречались меня судили за архипелаг гулаг я первый в нашей стране в советском союзе распространил архипелаг гулаг буквально наполнил я у нас читал на пленки и распространил растиражировал у меня арестовали посадили пленки пленки они когда я вам скину сайт и там вы увидите архипелаг гулаг моим голосом по-русски начитаны вы можете слушать вам это очень полезно будете знать будете библия начитанная прям там у меня златоун жития святых 50 книг моим голосом начитаны на нашем сайте 50 книг и вы если будете слушать у вас язык будет русский чистый да я вот это и буду я записываю потом я играю и наушниками слушаю на работе английский язык он по сравнению с русским несравненно легче понижение каких нету а русский язык понимаешь подержись склоняешься родители дать или все по-разному ложка одна нет ложки хвалюсь ложкой думаю о ложке е ты должен сюда а там споны все еще нет хоть как поверни хоть как сказал уже понятно что jesus christ там джеймс а у нас везде должно быть окончание в своем этом начать тебя сразу разоблачат и притом было бы правило какое-то в одном месте вот я поставил стакан стакан стоит а ложка лежит почему она лежит а не стоит я должен все это запоминать по отношению к предметам какой глагол поставить а тут у них нет ла и все до свидания язык легкий легкий русский язык как тургенев гил великий могущий русский язык на нем можно команды отдавать и можно как французы изысканно сказать слова как один верующий приезжал на английский язык это язык бизнеса потому что если бизнесом занимаешься везде надо его иметь а что-то он сказал французский язык язык романтики и поэтов а потом говорит русский язык это это небесный язык потому что чтобы его выучить вечность надо я у спрашиваю когда с англичан как вы переводите вот такие места у них стандартно но как можно дальше китаец недавно не позвонилась к с китайским языком как вы переводите вот эти места библии то а там как глухонемые жестами фигуру нарисовал и все и догадайся у нас то допустим приехала школьница 1 я начале детского лагеря основал 45 лет детский православный лагерь и вот одна пишет мы приехали сюда как прекрасно здесь хорошие воспитатели а погода здесь замечательно на здесь восход утром превосходные понимаете все говорится о хорошем и все в разных степенях превосходнейший это надо сказать изумительные ягоды здесь непревзойденный вкус черемухи она везде эти слова богатый язык у не оказался а другая ничего не можно сказать погода хорошая солнце хорошая хорошая везде ставят как англичанин а у русских не так это богатый могучий язык как тургенев писал почему карл маркс карл маркс в 53 года изучил русский язык и считал в оригинале наши стихи русские настоящих поэтов очень трудно переводить потому что они богатые да вот у меня книги начинали переводить уже несколько человек и почему-то останавливаются мне нужно хотя бы книги три моих перевести на английский язык мне нужно чтобы человек знал русский язык и английский как родной никаких шаблонов потому что у меня там стихотворение моих только три тысячи шестьдесят четыреста шестьдесят семь стихотворений ну вот мы библию когда считаем и видим какие были переводчики с английского с это с еврейского языка с греческого переводили я библию все почти читал на английском языке сравнивалось русской на немецком даже сравнивать не приходится русский язык кажется одно и то же выражение у разных евангелистов и переводит по-разному по разному одно и то же это бог так сделал моей заслуги тут никакой нет я просто должен это знать а сегодня русский знаю только ругаться удобно и так а вы сами где-то ходите где-то как верующие собираетесь к дамы собираемся но там видите америка свидетели говы до я видел ее там такое огромное здание серое стоит вот откуда вот сколько разных есть почти все они приплыли сюда из америки через украину разговариваешь как будто мормоны раза как будто никогда не верующими не были значит у вас и от а свидетелей голова полно здесь и полно и полно вы живете и тоже есть все есть да мы православные и вы это мы православные мы верим поклоняемся христу справа или слева нет слева слева это католики вот так пятерня не наоборот у нас так сверху вниз где пуп и дальше направо и потом налево чтобы крест получился да справа и налево да это православие восточный обряд восточный обряд а вы собираетесь тоже по воскресеньям ну мы собираемся у нас за община зарегистрированная мы собираемся в основном два раза мы отдельно мы принадлежим к русской православной зарубежной церкви наш центр в нью-йорке иларион но фактически теперь мы и мы можно сказать не принадлежим только на богослужение поминаем и принят акт о каноническом общении мы патриархии не относимся но у нас близкие отношения их митрополиты епископы к нам приезжают вместе служим вместе молимся нас ничто не разделяет другие там не ходят но они враждуют или как-то не признают мы признаем их благодатными у нас одна православная нет у нас две православные церкви я знаю одна в спокен-вале где я живу и одна в спокене есть они по гречески я думаю лежат а вот я спрошу вас а вы зачем бороду бреете это не ответ вы признаете что иисус христос был совершенный человек все без борода вы не увидите он нам показал образец совершенно человек и мы его не увидим в игре у евреев если хотите знать я вам скину эти материалы там и книга есть к истину православия на сайте и там от поглавление посмотрите обрада брить и бороду брить там все выписано все пророки были с бородами все апостолы с бородами а ты кто такой откуда взялся почему по стихии мира живут а мы даже жить по христу даже в малом верно в малом верно над многим поставят я много с баптистами проповедовал почти во всех столичных городах я у них проповедовал в их молительных домах с капитры я их очень хорошо знаю они где-то которые ездили не все ко мне заезжали ну то есть хорошие отношения были но на этот вопрос отвечает только так по стихии мира ягра если вы все до одного сейчас безбожники были с бородами вы стали бы брить нет не стали ну вот все доказано у давида когда царь пророк давид псалмы написал который псалтырь и когда он послал послов там умер языческий царь они в хороших отношениях были и он у них пол бороды там сбрили посмеялись пол одежды отрезали давид их не пустил в иерусалим отправил в город проклятие как а прокаженных чтобы сидели там пока отрастут бороды это давид написано они были очень обесчищены очень обесчищены а когда у якобы дождина вышла смотреть ее там изнасиловали она была обесчищена а это очень то есть бритье это хуже изнасилования так говорит нам святая библия холи байбл мы не вы никогда не брить нет а зачем ну когда я в армии был там я брился в армии так я евангелие то узнал после армии а после армии нету в тюрьме у меня была борода когда в лагерь отослали то там меня насильно насильно брилина там уже я не подневольный меня могли зарезать убить но бритву в руки я не брал ни разу в лагерь в каком году были я освободился восемьдесят седьмом восемьдесят седьмом а его данилович у меня был на суде приезжал это было восемьдесят шестом году он был у нас барнауле повторите вас посадили в тюрьму потому что вы распространяли бир у меня много было материалов божественных архипелаг там присыпали уже и о масонстве и стихи против ленина написаны были у меня биография интересная с детства хотел быть террористом коммунистов убивать за то что они сделали с моей родины а бог показал мне как саму тебя будут убивать я когда обратился к богу то я же еще раз я много тренировался там стрелять и убивать и проще обратился к богу бог мне показал тебе принадлежит много пострадать меня 26 лет только психиатрия преследовала давила где бы я не поступил чтобы не сдал экзамены меня вышвырнут отовсюду с любого института мы все это принимали как доброе дело от бога бог знает где а я щаду при вспоминаю если бы этого не было где бы я был я учился на штурмана думал уеду за границу ну и что со мной будет я добился разрешения тогда сдать три курса за один год по выбору комиссии на английском все предметы на немецком или на французском ясно дело что у меня был перспективный игр это путь но в это время я попал к людям у которых было евангелие мне дали и там у меня было покаяние по евангелию я с детства знал что бог есть а вот что за меня умер христос именно за меня и я теперь должен жить по его западе в евангелии этого не слышал и не знал там все написано я скину даже фильмы о нас которые поставлены фильмы государственные фильмы фильмы это не просто фильмы фильм занявший первое место на международном киноконкурсе второй фильм прямо про меня про одного снятый фильм он занял первое место в россии в каком году да наверно где-то с девяносто втором девяносто три третьем это вот так я скину это все пожалуйста вы нажмете только контур левая клавиша нижняя то и курсор наставьте давните она сразу открывается там выдумки никакой нету я говорю что когда я вам скину наши данные вот этот видео канал 5800 роликов у нас на виде канале наших не чужих хватит как мы деревню строим с нуля как идут у нас занятия как мы благовествуем и идем как мы ехали по стране по германии везде были все это заснято мы хотим этот опыт передать потому что это большой опыт очень большой хочется услышать что как вы там служите в барнауле барнаул это алтайский край недалеко от новосибирска мы более и и находимся южнее новосибирска севернее да здесь один профессор в канаде он его я доктор джордан петерсон он сам из канады он в торонто вы знаете торонто не знаю я да ну там в канаде законы сейчас проходят некоторые которые говорят что ну люди которые будут который хочет пользоваться не по не говорить что они не мужчина или женщина придумавший пол какой-то если не будешь использовать их не придумавший пол название а хочешь их называть или мужчиной или женщиной они поставили этот закон что если не будешь это делать это сначала штраф потом сейчас идет движется чтобы федерально это сделать закон а он сейчас это он говорит что объясняет что это неправда это в сторону ну это в сторону убирать это свободный свободный поближе к микрофону а то плохо слышишь да это убирает свобода слова и это опасно и он очень много имел влияние от читания солженицына и и это да солженицын его один из из героев и он это объясняет и сейчас притесняет профессора там и он видео тоже на фейсбук и на youtube очень много ставит а вы американский фильм видели называется я легенда я легенда да я тире легенда вы зарядите по-русски в youtube зайдите или там если в youtube и полностью нету зайдите на google яндекс я легенда и там как вирус вырывается как вымирает вся вами америка и что дальше будет потому что если они сейчас там начинают однополые браки венчать и прочее это все огню будут придаваться никакие про ничего не поможет потому что это содомский грех садом это не должно быть а вот у нас как в россии по-другому там худо или хорошо а этого нету чтобы венчали однополых там это безумие потому что ну просто где-то там не так то это люди хуже скота а это хуже намного самых мерзких же ни одно животное этого не делает даже говорить это мерзко язык поганить а это у них все там шварценеггер этот был губернатором тоже разрешил вот сейчас мы считаем обама барак вот перед самым уходом своим да ну да трампа дональд это он разрешил и теперь школах будут придавать преподавать бесовские колдуны преподавать будут официально теперь разрешено сатанисты секта сатанистов но в канаде тут сейчас и это движется сторону мере чтобы учили что в школах это преподавали чтобы называли не девочка не мальчик а комрады друг другом ну и куда это годится да и это вообще если надо всегда спрашивать перед тем как говорить ты мальчик или девочка или ты ты по-другому хочешь называться и ты должен пользоваться это название но как придумал сатана крутят вертят а почему они этого не советуют мусульманам ювенальные юстиции отнимают детей почему у них не отнимают они кверх ногами все поставят а мы крылья распустили начинаем ну не мальчика кто ты и написано родился младенец лежал в яслях младенец христос да бог он а здесь не он не она фаминистки там начинает бог это он она через черточку ну безумие полное и главное садомит эти гомоксуциалисты геи называются почему их нет ни одного в исламской стране и сразу в один день казнят сразу же их ни одного там нету нету до 2 миллиарда ни одного гея нету ни одного садомита нету ну вот видите как я не призываю ни к чему я просто говорю что мы должны хотя бы молиться об этом чтобы этого не было детей развращают и вот эти разные моды это все гомосексуалисты дают разрезанные юбки сам проще знал дедушку я у нас бывал приезжал на один раз и главное издалека постоянно несколько раз на мой суд когда меня судили он прилетал один самый ревностный был представьте что он знает что я православный что так далеко его ничто не удерживало любовь а у него мама говорила ему без разницы кто человек был бы или православный или баптист или там по-другому название какое-то данное человеку вершему ему просто любилось разговаривать с человеком кто любил христа нет это не не все одинаково у баптистов там были такой сергей которая группа организовалась он их терпеть не мог он было не совсем одинаковый он меня к ним водил и показывал как они выпивают и что бывает он знал меру грань дальше которой не заходил ну дядя ваш от николай иванович на он на беседы приходил мы знаем баррикадная кажется 67 было у павла так еще есть какие вопросы у вас нет нет я сейчас скинула бы когда будут вопросы вы заранее мне скажите по скайпу буду я свободен или нет я прям сразу сейчас же вам все это скину материала спасибо большое все давайте с богом с господом спасибо христос отключайтесь спасибо христос отключайтесь